Больше всего мне запомнился пендель. Как минимум, наверное, перелом ноги мог возникнуть случайно у человека, который бы не туда свою ногу повернул. Вообще, я думаю, его надо депортировать. Виновника по всей строгости закона сажать. Просто меня сюда зачем приплетать? Почему Али за это наказали, а на проделке Акаба все закрыли глаза? Примерно таким вопросом задаются внимательные зрители. Свежий выпускник Рехаба и звезда олдскульного хардкора Артура Ка подкликнулся на мнение пользователя после громкого инцидента с участием Али Хайбати и Рингера Умари. Всех приветствую. Сейчас видел комментарии одного человека, не буду называть его имя, фамилии. Их там даже несколько. И вот сейчас ситуация, которая была там на хардкоре с Али Хайбати, где он девушку ногой пнул. И меня, знаете, некоторые, не буду их имена, фамилии называть, они сами себя знают. Они меня сравнили с ним. Я не осуждаю его, ничего. У меня, короче, своих скелетов в шкафу полно. Но просто меня сюда зачем приплетать? Раз вы обрисовали так, что я такой же, как и он, смотрите, какой момент есть. Есть два разных момента. Вот те, кто, ребята, знаете, с улицы, да, вы прекрасно это понимаете. Когда ты девушке по попе просто рукой шлепаешь от души, да, подчеркиваешь ее красоту. И когда ты пренебрежительно ее пинаешь, вот это два разных момента. А знаете ли вы, кто этот таинственный, тот, кого нельзя называть? Да, это не кто иной, как мальчик, который выжил. Веном один из немногих, кто не стал поддерживать пострадавшую от ног заряженного инженера. А напротив, очень нелестно высказался в адрес подобных девиц. А после этого выкатил стори с намеком на двойные стандарты общества на примере Акаба образца 20-21 годов. Как считаете, прав ли свое мнение Артур Кулинский? Тем временем сама Мария постепенно приходит в себя, пожиная плоды своей минуты славы. Барышня пока ломает голову, что побудила Али совершить этот поступок. Я красивая. Воздействие запрещенных веществ. Я красивая. Погоня за хайпом или красота молодой особы. Ох, как бы не выгнали Марию из хардкора за ее красоту. Прописать запрет на посещение залов Дагестана или вовсе депортировать из страны братьев Хайбати предлагает ярый противник Попа ММА и тренер и менеджер бойцов Магомед Магомедов. Это реально ужасно. И то, что вот этот Али сделал, вообще, я думаю, его надо депортировать вместе с братом, чтобы их домой отправили. Самое интересное, у себя они сделали бы это в стране. Попробовал вот так сделать. Нет же ее братья придут, тебе шею свернут. А что ты там такие вещи делаешь? То, что ты дома не делаешь, идешь там в Москву, в Питер, в большие города, там делаешь. Это разве правильно, что ли? Или что, там люди слабые, что ли, какие-то? Зачем ты позоришь, в первую очередь, свою семью, свою рот, свою республику, страну? Напомню, что брат Перса выхватил пожизненный бан на участие в мероприятиях хардкора. А гонорар за бой передадут той самой Рингерл. Такому решению Лиги и в целом шалости Али дал оценку сам Александр Шлеменко. Мы очень тепло относимся к нашим сотрудникам, нашим Рингерл, нашим, ну просто, даже всем, кто работает над нашим шоу. У меня даже в голове такого не укладывается, чтобы кто-то додумался пнуть Рингерл. Но это же вообще уже аморально. Это ниже плинтуса. Как минимум, наверное, перелом ноги мог возникнуть случайно у человека, который бы не туда свою ногу повернул. Его хардкор пожизненно дисквалифицировал, и весь гонорар его был отдан Рингерл. Ну, достойно. Самым копичным и не мужским поступком обозначил подобное деяние Мурадбек Касамбай. Я согласен, надо виновника по всей строгости закона сажать, наказывать. Я считаю, это не мужской поступок поднимать руку на женщину. Я не знаю, это самое такое конченое, я считаю, поступок, но это ни в какие рамки не лезет, в моем понимании. Я не воспринимаю тех людей, которые поднимают руку на женщину. Я их не считаю мужчинами. Это не касается только Али. Кто поднимает руку на женщину, это конченое, это не мужчина. В моем понимании это не мужчина. Главный соперник лорда Ситха в «Галактике индустрии» Данил Ригбис прокомментировал как сам инцидент, так и воздушные санкции по отношению к хейбати. Больше всего мне запомнился пендель. Ну, я видел только картинку. Просто по самой картинке я уже думаю, ну сколько человека поехало к крыше, и он уже совсем себя не отдает отчета в том, что он делает. Разговор шел о том, что он отдает весь свой гонорар «Рингерл». Протест он говорил, что он купит? Кто купил протест? Сейчас он говорит, что он отдаст гонорар «Рингерл». Давайте, сейчас как будет? Через два месяца «Рингерл» уволят еще, там как-нибудь поменяют, скажут, что она больше не может у нас работать. Ничего ей там не выплатят, либо дадут ей 50% либо еще что-то. Есть вариант сэкономить, есть вариант подвернуть лавэху, он его вот так вот испортит. Есть вариант кому-то не доплатить, там гонорары меняются в момент вышеда на бой. Пацаны, сегодня, на самом деле, не так и не договорились, чуть-чуть, чуть-чуть, поменьше, вы выйдете, поделете. Ты пендель дал вообще без гонорара, вообще, я думаю, «Рингерл» дадим, да, вот как там делается. И еще немаловажное, что я хотел бы добавить. Очень жаль и обидно, что вся шумиха со скандалом на том турнире затмила крайне яркие прошедшие бои в прямом эфире. Отметить стоит противостояние между двумя представительницами женского ММА. Поединок Дианы Богосян и Неды Зарей завершился в первом раунде кровавым и одновременно жутким зрелищем. Естественно, нельзя не выделить жесточайший нокаут в исполнении Магомеда Акаева в бою с Юрием Чернышевым, который просто обязан разлететься на хайлайты. Пишите ваше мнение в комментариях, не скупитесь на лайки и обязательно подпишитесь на канал, чтобы всегда держать руку на пульсе самых горячих событий в нише ММА. Субтитры сделал DimaTorzok